МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я думаю, что должно все получиться, потому что интересный достаточно номер, и я в новом амплуа, и как-то такой, можно сказать, образ женщины 70-х годов. Такая фифочка. Или Гарри, ну, а, я такая, ну, хэт, вы извините. Чувок. Ну, должно быть, конечно, все отработано на 100%, чтобы не было никаких ни заминок, ни чего-то, чтобы зритель вот смотрел и наслаждался. Поэтому хочется, чтобы болели, хочется, чтобы голосовали, и хочется показать, удивить чем-то, что-то сделать такое необычное, чтобы все как идет, по порядку, потихоньку, потихоньку, и в конце вот... Аплодисменты. В прошлый раз за свое выступление Ирина Чащина получила максимальную оценку. 40 баллов. От радости Ира тут же пустилась в пляс. Что удивительно, этот танец продолжается до сих пор. Мы не в состоянии остановить Ирину. Встречайте, на манеже танцующая Ирина Чащина. Борис, какой это жанр, кстати? Это жанр и люди. Трансформация. Трансформация, это означает, что Ирина сейчас будет меняться в течение номера. Она будет менять платье, свою одежду, на глазах у зрителя. Ну, фактически, мы, друзья, с вами оказались в гардеробной Ирины Чащиной перед вечерним рандевым. Но задача перед артистом стоит, чтобы мы, как зрители, не заметили, как это происходит. Смена нарядов. А, менее интересный уже становится номер после вот этого объяснения Борис. И, тем не менее, мы желаем Ирине удачи. Ничего себе. Вот сейчас попытайтесь посчитать, сколько платьев во время номеров будет меняться на Ирине, сколько нарядов. Давайте считать, Борис. И самое кропотливое, это когда иллюзионист перед выходом на манеж садится и начинает заряжать, это называется, заряжать вот эти платья. Все это все собирается маленькими кусочками, маленькими детальками, одно на одно. Потому что, не дай бог, чтобы что-то перепуталось, чтобы открылось раньше. Вы отдаете себе отчет, Борис, что вы только что раскрыли весь секрет номера? Понимаете, дело в том, что не секрет, как это сделано, а секрет, как это исполняется. Ирине удачи. Ирине удачи. Ирине удачи. Ирина удачи. Ирине удачи. Ирине удачи. Ирина Чащина уже со вторым конкурсным выступлением. Ирина Чащина и Дмитрий Чернов! Ты волновалась? Ты в прошлый раз получила максимальную оценку. Тяжело выступать после того, когда такая планка была установлена на прошлом шоу? Конечно, как и все, я очень волновалась, потому что заявка была хорошая. И главное, нужно было дальше тоже выйти и не оплошать, как говорится. Я внимательно наблюдал за членами нашего жюри, пытаясь предугадать, какую оценку поставят они. Итак, Максим Юрьевич. Для меня в этом номере было все, что необходимо для номера этого жанра. Ребята, завтра можете начинать работать. Это как в любой люте, тем более в трансформации. Есть свои сложности технические, которыми нужно овладеть. Это получилось. Море обаяния, красота, грация, хороший темп. Вполне достаточно. Идеально, другими словами. Спасибо. Как гласит старинная ближневосточная пословица, нет для женщины большего счастья, чем наблюдать, когда другая женщина меняет тысячи нарядов. Марина Голуб. Единственный член жюри, который поставил 9. Я хочу узнать, в связи с чем. Прошу вас, Марина. Я не люблю, когда женщина без сопротивления так быстро раздевается. Вот если бы еще к этому номеру она раздевалась и делала еще чего-нибудь, ну не знаю. Ну, предположим, я не знаю, но дрессированного слона на кончике пальцев вот так вот держала, да, например. Либо ее держал дрессированный слон на своем кончике носа. 9 – это хорошая оценка. Вы очаровательная актриса и спортсменка. Я думаю, что впереди у вас еще будут большие баллы за более интересные номера. Спасибо. Спасибо. Марина Голуб. Надо обладать достаточной смелостью, зная, что все вокруг тебя ставят десятки, поставить 9. Ефим Шифрин, прошу вас, вы-то как раз традицию сохранили. Марина считает, что 9 – хорошая оценка. Я считаю, что 10 – оценка лучше, чем 9. Благодарю вас, Ефим. Баллы за выступление Ирины Чащиной в шоу «Цирк» на первом. Спасибо, Ирина. Спасибо, Дмитрий. До встречи на Манеже. Я даже не ожидала, что будут десятки, честно говоря. Не знаю почему, но я надеюсь, что все удалось. Спасибо, Диме. Он выручал меня. Спасибо, Ирина. Мне было очень приятно. Просто, знаете, тяжело на таких каблуках по Манежу. Меня там заносило немножечко. Дима мне там хлоп. Спасибо, спасибо. Спасибо. Кирилл Андреев